Музей в Московском Кремле Ее оборудовали энтузиасты из общественной организации «Дружина». Она еще в 98-м году объединила всех, кто, помахав деревянным оружием в детстве, захотел повторить все в более взрослом возрасте. Ну или тех, кто просто нужные книжки в детстве читал. У меня в детстве была такая книжка, она выпускалась для детей, историческая. На событиях 9-го века она называлась «Меч варяга». То есть там, она такая книжка-комикс в то время называлась. То есть там текста было немного, но было очень много картинок характерных. То есть я смотрел, я видел вот мужественных воинов, которые защищали свой родной дом. Все оружие дружинники изготавливают сами. А когда копий, или, как говорят, реплик, мечей, кольчуг, шлемов и щитов накопилось слишком много, тогда и появилась мысль устроить свою Тверскую оружейную палату. Временной период – Средневековье. Начиная от самого раннего. Тогда, например, на Руси самым популярным оружием был топор. Просто в силу своей дешевизны. Например, такой 200-граммовый. Он легок, буквально несколько сот грамм. Просто в обращении, его очень тяжело сломать. И так как доспехов было мало, он был достаточно эффективен. Он не должен был быть большим. Вот этот вот, например, весит, ну, грамм 150-200, не больше. Тимофей, ну, телезритель может возразить, слишком маленькое лезвие, что им можно сделать в бою, к примеру? А больше и не надо. Топор хорош тем, что у него практически весь вес оружия сосредоточен вот в этом вот металлическом предмете. Ну, непосредственно в лезвии. Поэтому достаточно сильный удар, нанесенный по большой амплитуде, с легкостью прорубит рубаху, кожаную рубаху, дойдет до кости. И для этого не нужно иметь широкое лезвие. Для совсем уж могучих и, так сказать, сильных воинов существовали топоры под названием бродексы. Вот это, например, малый бродекс. Название не русское. Да, это название, пришедшее к нам из северных, из нормандских языков и вполне легко здесь прижившееся. Почему я называю его малым бродексом? Потому что нормальный большой бродекс должен быть человеческий рост, древко. Это топор, который использовали из второй линии строя. То есть в первой линии стоят воины с круглыми щитами. А воины из второй линии берут двуручный топор и из-за своих товарищей пытаются достать противника и наделать ему каких-нибудь гадостей. То есть вырвать щит, попасть по голове, всячески его не победить. Почему он такая необычная форма? Почему он вытянутый? Да, вытянутый вот это закругление, что это дает? Крюк. Задача не столько попасть по противнику, сколько зацепить его за щит и выдернуть из строя. Без строя, без хорошего доспеха очень уязвим становился человек. Поэтому он больше играл роль именно такого багра. С его помощью можно было стянуть, например, всадника с коня, коня зацепить, за ногу зацепить. Очень многофункционально все это было. Но понятно, что князья и их дружинники, а также бояре, едва ли любили махать топорами. Средний класс средневековой Руси, естественно, предпочитал меч. Вот это вот так называемый поздний каролинг, очень поздний каролинг по одной типологизации или русский меч. По западноевропейской классификации это своеобразный, так сказать, романский меч. Он произошел от каролингов. Вот, пожалуйста, вы могли видеть на капище такие каролинги. И вот именно с таким мечом в 12-13 веке могли сражаться русские бояре, русские князья. То есть он прямой, меч достаточно европейского вида, европейской школы. Вот как он разительно отличается от сабель, с которыми сражались уже более поздние века русские уже в 15-16 веке. Как известно, основным противником русских, начиная с 13 века, была Золотая Орда. Вот такого типа доспех запросто мог носить рядовой монгольский воин. Ну, на самом деле доспехи делали, грубо говоря, из всего. Из ткани, из металла, из кожи, из дерева. Все, что могло защитить ваше тело, могло стать доспехом. Если вы интересуетесь конкретно вот этим доспехом, то это кожаный доспех, достаточно поздний. Это уже 16-15-16 век. Доспех, который мог быть одет на представителей Ногайской Орды, на представителей Казанского ханства. Это достаточно легкий кожаный доспех, который был распространен среди многих степных народов. Степники вообще очень любили кожаные доспехи, потому что в степи трудно добыть нормальную доспешную сталь. И кожа, правильно, выделанная, толстая, хорошо защищала как и от стрелы на излете, как и от сабельного удара, но тоже не шибко сильного. А учитывая, что многие себе вообще доспех позволить нормально не могли, и это считалось, так сказать, бюджетным вариантом для монгольского или позднего татарского всадника. Ну а ордынцы побогаче, конечно, носили металлические доспехи. Естественно, такие, чтобы в них было удобно воевать по всем правилам монгольской тактики, которая была одной из лучших в то время. Неудивительно, что ее перенимали и русские, а заодно и тип доспехов. Вот эта чешуя могла быть на русском войне во время Куликовского сражения. Но изначально чешуйчатые доспехи такого типа принесли к нам на Русь во многом именно степные и даже в том числе монгольские народы. То есть такой же доспех мог во время Куликовской битвы быть и на Монголии? И быть и на Монголии. То есть вообще во время Куликовского сражения обе армии мало чем отличались по доспехам и снаряжению. Потому что это было самое удобное на тот момент. И вообще вся восточная школа доспехов, она характерна тем, что она делалась из мелких деталей. Пластиночек, колечек, то есть кольчуги до сих пор на Востоке встречаются в некоторых странах. А что давал такой доспех из таких мелких деталей? Такой доспех, в отличие от западного тяжелого латного доспеха, гораздо более подвижный. И он позволяет вам в седле использовать лук, мгновенно перекидывать оружие, вытаскивать саблю, быть очень маневренным и мобильным. А самое главное, он защищает от сабель. Вот, пожалуйста, сабля времен нашествия Батыя на Русь. Чем она интересна? Во-первых, она легкая. Во-вторых, как все сабли, она имеет изгиб и одну заточенную сторону. Такой доспех хорош тем, что когда сабля по нему попадает, она не может его прорезать. Она с него соскальзывает. И поэтому именно композитные доспехи из мелких деталей были так распространены на востоке, где сабля была основным оружием и сражались в основном на лошадях. Нужно было очень быстро менять оружие, очень сильно изгибаться, чтобы стрелять из лука, из седла. И Русь достаточно эффективно переняла именно монгольскую школу ведения боя и потом очень эффективно против них же ее использовала. Ну а на Западе тем временем активно шел процесс утяжеления всего и вся. Как средств обороны, так и нападения. Возьмем, например, вот этот вот меч. Он называется полуторным или полутораручным. Почему? Ну, во-первых, его можно использовать как и двумя руками в пешем строю, так и одной рукой, если вы, например, сражаетесь на коне или вы достаточно могучий человек. Во-вторых, если вы положите его вот таким вот образом, он занимает у вас полторы руки. Полутораручные мечи – это такой своеобразный ответ оружейников на увеличение мастерства бронников, которые стали утяжелять свои доспехи, стали делать их из более качественного металла. И их нужно было как-то пробивать, то есть нужно было победить закованного рыцаря. И стали утяжеляться мечи, из одноручных стали появляться полуторные. И потом, если полуторные мечи использовали в основном знатные люди, рыцари, дворяне, то простолюдины, которые выбились в наемники, в профессиональные солдаты, использовали вот такие мечи. Это, например, называется бастард. Почему именно простолюдины или незнатные войны использовали бастард? Потому что он так и называется. Бастард на русский язык переводится как ублюдок. Да, такой неприятный. Незаконно рожденный. Почему? Потому что с этим мечом был очень грязный бой. Использовали перехваты, удары яблоком, противовесом, подлоудары в ступни и так далее. А почему эти удары назывались грязным боем? Потому что рыцарь, он с 7 лет учился сражаться с клинком. Ему не нужно было использовать широкие размахи, грязные атаки, обманы. Он просто, используя собственную тренировку, собственную силу мышц, реакцию, скорость, вес тела, мог за один-два удара отправить человека, если не на тот свет, то на больничную койку. Ему не нужно было грязно сражаться. Он и так быстрее и сильнее. А простолюдину или наемнику, то есть человеку тоже опытному, но все-таки не дотягивающему до уровня рыцаря, приходилось изворачиваться и сражаться грязно. То есть такая деревенская драка, но на мечах? Да, но на гораздо более высоком уровне. Естественно, те оружейники, что ковали броню, также не сидели сложа руки. Так появились доспехи, без которых современный обыватель в принципе не представляет европейского рыцаря. Пробить такой доспех – очень сложная задача. Посмотрите, что она из себя представляет. Кираса, ну или как ее сейчас принято называть – панцирь, хотя это немножко разные вещи. Она полностью закрывает грудную клетку, то есть она как современная майка, одевается целиком и закрывает все жизненно важные органы. Юбка с тассетами защищает нижнюю часть живота, часть паха. Латные ноги – полные штурмовые латные руки. Штурмовые означают, что они соединены в единую систему и закрывают всю руку. Сочленения, лопатки, вот эти места, абсолютно все. Шлем, так называемый саладо, произошло из латинского языка это название. Это кавалерийский шлем и носился он с вот таким вот бувегером, защищающим челюсть. Вообще это доспех конный, поэтому он рассчитан на максимальную защиту. Тимофей, а что можно сказать на предмет того мифа, который культивируется еще со школьных ревет, что рыцарь в таком доспехе был малоподвижен, а упав с коня он вообще не мог встать? Ну, это достаточно спорный миф. Я бы поспорил с теми, кто его распространял, потому что я лично одевал подобные латы. И даже вот эти вот, мне нужно 3-4, максимум 5 секунд, чтобы в них вскочить с земли и вернуться в боеспособное состояние. С лошади не падало, признаюсь честно. Но думаю, сломать себе что-нибудь можно было, но умереть вряд ли. Вообще в таком доспехе можно бегать, прыгать, двигаться во всех направлениях. Конечно, это не значит, что рыцарю совсем не нужен был щит. Использовались вот такие вот рыцарские конные щиты, которые крепились очень интересным образом. Вот вы можете посмотреть на крепеж, куда он одевается вот сюда вот на предплечье и вот сюда вот на запястье, чтобы можно было держать по воде. И когда вас атакуют, ударяется копье, вы принимаете его не рукой, которую можно мгновенно сломать, а всем телом, поворачиваясь в седле и сливая этот удар, или же выдерживая его, чтобы не вылететь из седла. При этом интересно, что самые громадные мечи предназначались уже не для того, чтобы пробить эти мощные доспехи. Вот такое оружие появилось на поле боя на закате рыцарской эпохи, когда бойцы уже не были закованы в металл с ног до головы. Причем изменились не только сами клинки, но и принцип их заточки. До, скажем, 15-16 века клинки по всей длине точились достаточно редко. Точился вот этот отрезок лезвия. Вот он. Полностью точился, только он. Он назывался жало и предназначен был чисто для колечных ударов. Во всем остальном, меч Средневековья рассчитан на тяжелые рубящие удары и представляется, по сути, большой тесак, большую железную дубину. Поздние клинки, особенно двуручные, точились уже по всей длине. Вот этот меч, очень интересный, называется фламбрег, изобретен в Германии. Вот эта форма лезвия не вырезалась и не вытачилась. Кузнец изначально ковал клинок таким. Это было очень дорого и очень сложно. Он точился по всей длине, и благодаря этому он был самым страшным против неодоспешенного противника оружием. Почему? Когда вы попадаете во врага, меч может застрять в нем. И если вы протянете такой клинок на себя, он наносит самый страшный вид повреждения, так называемый рваный ран. Эффект пилы. Эффект пилы. Дробится кость, разрываются стенки тканей, крошка от костей попадает в сосуды. Такое вылечить тогда было практически нереально. 70% после ранения с таким мечом смерть. И поэтому они были распространены именно, когда уже доспехи не были в ходу на поле боя. Были и другие поздние мечи. Например, вот, двуручный меч из пада. Он гораздо легче, примерно в полтора раза легче, чем этот меч. Он просто острый. И задача человека с таким мечом, так называемого грандсвордера или мастера меча, было ворваться во вражеский строй, обрубить пики врага и размахиваем во все стороны, как вертолетной лопастью, поразить максимальное количество живой силы противника. Просто нанести как можно больше ранений, повреждений, а не пробить доспех. То есть они были рассчитаны именно на это, поэтому они такие длинные. Были и совсем интересные мечи. Вот этот меч имеет три хвата. Основная ручка, перехват. И вот это место тоже не заточено. Его можно было использовать как шест. И естественно, никто не говорит, что в позднем Средневековье доспехи перестали использоваться вовсе. Их продолжали носить. В том числе и на Руси. И хотя оборонительное снаряжение было уже не таким тяжелым, без оруженоса его все равно одеть было почти нереально. К слову говоря, вопреки тому, что мы нередко видим в кино, что кольчуги, что латы, никто не одевал на голое тело. Как вы видите, на товарища уже и так много всевозможных приспособлений. Рубаха, кафтан. Но вот этот доспех имеет еще так называемую подстежку. То есть специально приклепанную мягкую деталь, которая защищает его ребра от того, чтобы они были сломаны очередным ударом. Если такой подстежки на доспехе нету, то тогда Пановойно под доспех надевалось еще и под доспешное снаряжение. У нас это были поддоспешные кафтаны, халаты, тигеляи. Несмотря на все пиршество средневекового вооружения, здесь есть и небольшая часть античного вооружения. Например, вот этот кинжал. Немножко недоделан, но именно так выглядел походный кинжал римского легионера. Ну, а здесь мы видим настоящий греко-римский уголок. Именно с такими щитами римские легионеры воевали во времена пунических войн. А вот это же более крупный щит с Кутум. С таким воевали во времена, скажем, Трояна или Марка Аврелия. Вот этот шлем, это шлем так называемого каринского типа. Вообще классический греческий шлем. Именно с такими гоплиты шли во времена греко-персидских войн. Ну, а это классический доспех римского легионера, опять-таки, имперской эпохи, так называемая лорика сегментата. Все, что развешано здесь по стенам, активно используется дружинниками во время всевозможных военно-исторических праздников. Едва ли тут можно найти щит, по которому не стучал меч. Хотя некоторые клинки здесь используют не совсем по назначению. Выглядит это очень эффектно, если не сказать завораживающе. Исполнительница такого танца с мечами Полина с говорящей фамилией Дружинина стала дружинницей еще в 14 лет. Довольствоваться просто ролью прекрасной дамы, за которую бьются рыцари, не стало. Она тут скорее воительница из русских былин. Мария Моревна – прекрасная королевна. Ну или просто бойко-боярская дочь. Я в костюме боярышни. Это ни в коем случае не жена, это дочь боярина. Я одета в платье, и на мне сверху фересь. Или фрязь, как ее называют сейчас в современности. Это вот это серого цвета? Да. У нее имеются длинные рукава, но так как я немножко боевая и молодая девушка, я их ношу завязанными. Моя голова не покрыта, так как я еще не замужем и нахожусь в доме отца. При этом Полина, которая вообще-то собирается стать архитектором, говорит, что для нее дружина – это образ жизни, с которым она вряд ли когда-нибудь расстанется. То же самое можно сказать и про большинство других дружинников. Они, в отличие от своих ровесников, решили не просиживать штаны, уткнувшись в айфоны и планшеты, а говоря словами Высоцкого, испытать, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!